В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Стать донором и спасти жизнь. Саровчане приняли участие в акции по сдаче крови на типирование. Актуальные подходы к управлению процессами развития отрасли. В Сарове проходит семинар по вопросам развития культуры в городах Русатова. Прорыв 2019. Воспитанники детских садов встретились на городском турнире по мини-футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Стать донором и спасти жизнь. В нашем городе прошла очередная акция по сдаче крови на типирование для включения в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Отечественная база данных создана несколько лет назад и по сравнению с зарубежными регистрами пока малочисленна. Ежегодные акции, проводимые в России по сдаче крови на типирование, значительно увеличивают количество потенциальных доноров, а значит повышают шансы на выздоровление больных. Акции по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова в нашем городе стали традиционными. Два раза в год, осенью и весной, саровчане пополняют список базы данных потенциальных доноров. Алена Перышкина узнала об акции соцсетей и решила присоединиться. Я считаю, что нужно привлекать внимание как можно большего числа людей, потому что чем больше людей узнает об этом, придет, даст кровь, тем выше вероятность того, что кому-то мы сможем помочь. Несколько минут, проведенных в лаборатории, всего 9 мл крови. И вот уже Национальный регистр пополнился еще одним потенциальным донором. А значит, для кого-то увеличился шанс на выздоровление. Мне было несложно. Я считаю, что люди, которые здоровы, есть возможность, мы должны помогать всем. Второй раз помогали в проведении акции студенты Саровского физтеха. Участники волонтерского движения «Добрая помощь» вместе с сотрудниками лаборатории объясняли горожанам, как правильно заполнить анкету, а также проводили агитационную работу в институте и городе. Это несложно помогать людям. Это тем более бескорыстно. Ну, просто сдаешь кровь из вены, и ничего страшного в этом нет. Поэтому я надеюсь, что многие люди это понимают, что это безопасно и, естественно, поможет многим людям. Так как донорская база Национального регистра пока небольшая, то почти все трансплантации костного мозга в России проводятся от иностранных доноров. Акции по сдаче крови в натепировании повышают шанс найти донора костного мозга для больных онкологическими заболеваниями без долгого и дорогостоящего ожидания ответа от зарубежной базы. 140 поддельных денежных купюр изъяты из оборота в Нижегородской области в 2018 году. Основная масса фальшивок – это купюры достоинством 5000 рублей. Также участились случаи подделки денежных знаков достоинством 2000. Самыми популярными местами сбыта фальшивок считаются рынки, коммерческие киоски, заправки и предприятия малого бизнеса. Как отличить оригинальную банкноту от поддельной, расскажем в следующем репортаже. Фальшивая купюра достоинством 5000 рублей попала на экспертизу криминалистам в начале марта. Ее обнаружили в одном из отделений банка. Пока следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, эксперты-криминалисты определяют, каким образом подделана банкнота. Когда купюра на руках, очень важно посмотреть на просвет, водяной знак. На купонном поле на просвет видно, с одной стороны, изображение портрета человека, в зависимости от купюры, там разные исторические личности изображены. А на другом купонном поле номинал купюры. Крупные банкноты обычно печатают большими тиражами, способов подделок множество. Специалисты ведут специальную картотеку, благодаря которой выявлено до 100 вариантов изготовления фальшивой купюры одного номинала. Защитная нить, кип-эффект, метки для людей со слабым зрением. Большую помощь в определении подделки может оказать номер банкноты. Сложить в районе номера купюры и провести ногтем. А если осыпается, значит подделка. Настоящие деньги никак не реагируют на это складывание, на механическое воздействие. Мелкие купюры фальшивомонетчики печатают на простом струйном принтере. Экземпляров подделок за раз выпускается немного. Отличить такую банкноту от настоящей очень просто. Краска на ней расплывется от воды. Послиняйте пальчик, протрите. Вот оно если размывается, там те картинки, неважный текст. При большом хождении, если долго потерпеть, она уже видна, сама уже без воды размывается. Самыми подделываемыми считаются купюры достоинством 5,1 тысячи рублей. Чаще остальных встречаются фальшивки банкнот нового образца. Злоумышленники пользуются тем, что люди еще плохо знают, как должна выглядеть купюра. И не осведомлены о способах ее защиты. Гражданам надо быть всегда внимательным при оплате наличными денежными средствами. В том числе в магазинах, на рынках. Также при получении зарплаты, либо какими-то иными там обменными способами в банках. За сбыт фальшивых денег законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. С более подробной информацией о том, как отличить фальшивую купюру от настоящей, можно ознакомиться на официальном сайте Центробанка России. До 22 марта в прокуратуре Нижегородской области проходит горячая линия по вопросам оплаты туда. Жители региона смогут рассказать о нарушениях сроков и длительных задержках выплаты заработной платы, о незаконном применении работодателями конвертных схем, а также о других нарушениях прав при начислении и выплате заработной платы. Звонки принимают с 9 утра до 4 часов дня по телефону 8 831 278 45 24. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 апреля в России на 2% проиндексируют социальные пенсии. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Повышение выплат затронет несколько миллионов человек. Для справки, социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Такие выплаты назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также в случае, если у человека, достигшего пенсионного возраста, нет необходимого трудового стажа. С этого месяца в первой поликлинике заработал доврачебный онкологический кабинет. Его основные задачи – это создание индивидуального алгоритма диагностики и лечения пациентов, помощь в своевременной организации обследования, а также подготовка документов для иногородних клиник. Кабинет работает по направлениям лечащих врачей ежедневно с 8 до 16 часов без предварительной записи. Саровская федерация рыболовного спорта приглашает горожан на фестиваль «Прощай зима-2019». Он пройдет на пруду в Вознесенском в воскресенье 24 марта. Участники померяются силами в трех номинациях – «Общий зачет», «Прекрасные дамы» и «Подрастающее поколение». Записаться на участие в фестивале можно в официальной группе Федерации рыболовного спорта ВКонтакте. Вопросы развития культуры в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» обсуждают в эти дни в Сарове. В семинаре на тему «Актуальные подходы к управлению процессами развития отрасли» принимает участие делегации из ЗАТО, а также из городов присутствия атомных станций. Специалисты обсуждают процесс получения государственной и спонсорской поддержки, особенности работы некоммерческих организаций, а также тенденции развития культуры в закрытых городах. Для участия в практическом семинарии в рамках проекта «Территория культуры Росатома» многим участникам пришлось проехать не одну тысячу километров. Цель – поделиться своими навыками и наработками с коллегами из других городов в присутствии Госкорпорации. «Учреждения культуры должны становиться интересными, современными, модными, креативными пространствами для общественной жизни горожан». Своим опытом по работе с грантами и некоммерческими организациями поделились жители Зеленогорска. В 2015 году в своем городе они запустили в работу ресурсные центры. Их задача – помочь общественным организациям всех типов и направленности развиваться, становиться лучше, а по возможности создавать социальные проекты, которые бы могли претендовать на грантовую помощь. Один из последних проектов, который у нас общественники выиграли – это альтернативная музыкальная школа. Поскольку во всех культурных учреждениях есть определенные требования для того, чтобы человек занимался, у него он должен обладать определенными данными. А здесь каждый человек, у которого просто есть желание, может, используя эту альтернативную школу, попытаться поиграть на каких-то инструментах, научиться вокалу. Как результат, количество музыкальных групп в городе с населением около 65 тысяч человек за год выросло с 3 до 12. Как пояснил Илья Корчушкин, совместная работа НКО и учреждение культуры всех типов дает новый толчок к развитию и выводит на новый уровень творческие коллективы и общественные организации. Объявлен весенний сбор гуманитарной помощи для жителей города Луганска. Волонтерский центр «Радость моя» принимает от саровчан продукты питания долгого хранения, средства гигиены, одежду для детей и взрослых. Пожертвования можно приносить в гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, дом 24А. Отправка запланирована на май. Подробности далее. Гуманитарную помощь от саровчан жителям Луганска волонтерский центр принимает с осени 2014 года. Сбор проходит дважды в год. Каждый раз отправляют около 3 тонн груза. Распределением помощи в Луганске занимается епархия. Сейчас на повечении многодетные семьи, матери-одиночки, дети-инвалиды и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. Пожилые люди, оставшиеся без средств к существованию. Они просят сделать упор на средства ухода. То есть это в основном памперсы, гигиенка вся различная. И если из продуктов питания, то больше упор на консервы. Потому что это более дорогостоящее и более питательное. А муку, крупы жертвуют наши храмы. Консервы должны быть в железных банках со свежими сроками годности. Требуется также детское питание, одежда и обувь для детей и взрослых, нижнее белье. Все это собирают на гуманитарном складе на улице Пушкина, 24А. По вторникам и четвергам с 5 до 7 вечера, по субботам с 9 до 12 утра. Также помощь можно оставить в специальном ящике, который стоит на крыльце склада. Первые пожертвования для Луганска уже поступили. Разбирая вещи перед отъездом из города, Александр Савельев решил часть из них отвезти нуждающимся. Привезли верхнюю одежду, куртки, теплые шубы, польта, штаны, костюмы, пиджаки, то есть галстуки, рубашки, футболки, шапки, носки, чистые новые, все не ношенные. Обувь в коробках упакованная. То есть все сами перебрали, то есть рваные ничего не брали, все хорошее сюда привезли. Александр надеется, что все эти вещи найдут своих новых хозяев и пригодятся тем, кто в них действительно нуждается. Подробности об акции можно узнать по телефону 3 14 52 и 77 099. Что такое счастье? По статистике над этим чаще всего задумываются далеко не дети. Вопрос о природе этого главного чувства в человеческой жизни беспокоит достаточно взрослых и состоявшихся людей. Генеральной ассамблеей ООН был учрежден Международный день счастья, который на протяжении 7 лет отмечается 20 марта. Этот праздник не повод быть счастливым всего один день в году. Как сравчение делают счастливыми себя и своих близких выясняла наша съемочная группа. Что такое абсолютное счастье? Ответ на этот вопрос ищут, пожалуй, все люди в мире. 20 марта, в Международный день счастья, мы попытаемся узнать ответ на этот вопрос. Пойдемте, будем спрашивать у жителей Сарова, что такое настоящее счастье. Пойдемте. Что надо, чтобы быть абсолютно счастливым человеком? Ну, чтобы еще у меня была счастливая. Все дети были счастливые. А больше чего? Вот, внучка появилась, это настоящее счастье человеческое. А кое-кто с нашей телекомпанией говорит, что абсолютное счастье – это когда ты ребенок. В чем рецепт настоящего счастья? Наверное, чтобы были здоровы родные. Хорошо, а еще? Еще. Конфетки, чтобы всегда дома были. Иметь здоровую семью, счастливого ребенка. Для меня лично. К настоящему, я считаю, счастливым может быть человек, когда у него отличное здоровье. Нужно иметь семью, любимого человека рядом, детей, любимую работу. И тогда, а при любимой работе прям уже становишься к настоящему счастливым? Ну, если ты с удовольствием ходишь на работу. Ты живешь с удовольствием ходишь на работу? Я вообще в восторге от своей работы. Ну, значит, ты счастлив? Да. Во-первых, это любовь. Во-вторых, это дети. Вот. Я всегда очень любил детей. У меня их четверо. Так что... Ну, тогда мы вас поздравляем с международным днем счастья. Я считаю себя счастливым человеком. Как мы сегодня выяснили, 90% горожан считают, что счастье в семье, в детях. И только один человек нам сказал, что счастье в деньгах. Друзья, для вас выясняли про день счастья Кирилл Васенин и Артемий Глазков. Во второй раз в нашем городе проходит соревнование по меню футболу среди команд детских садов «Прорыв-2019». Это муниципальный этап чемпионата в рамках проекта «Школа Росатома». За призовые места в этом году борются 18 команд. Спортсмены играют по круговой системе. По итогам группового этапа определяются претенденты на бронзовый, серебряный и золотой кубки. Матвей Мышов – вратарь команды 19-го детского сада. Футболом мальчик начал заниматься всего год назад. Несколько раз на турнире Матвей смог поймать мяч, летевший с творворот. Однако спасти свою команду от досадного гола юному спортсмену удавалось не всегда. Хоть я пропустил два мяча, но мы забыли опять отыгрались. Поддержать будущего чемпиона на чемпионат по мини-футболу среди команд детских садов пришли родители Матвея. Наталья и Александр Мышовы стараются всегда присутствовать на играх своего сына. Мы с радостью приходим, откладываем свои дела, потому что понимаем, что это очень важно и нужно. Родные и близкие люди, которые могут поддержать, которые рядышком находятся и болеют, это очень важно. И я вижу здесь не только мы, здесь много пап и бабушек, и мамы приходят. Я считаю, что вообще футбол – одна из замечательных командных игр, когда можно действительно сплотиться и сдружиться и детям, и родителям. Чемпионат среди детских садов проходит по круговой системе. В этом году в турнире принимают участие 18 команд. Их разделили на 6 групп. Спортсмены проводят на игровом поле два тайма по 5 минут. Первая команда, занявшая первое место, образует золотой финал, золотой кубок. Вторая команда, занявшая места в группе, образует серебряный. Ну и, соответственно, третий – бронзовый. Там на две группы делятся эти шесть команд и играют тоже в круг. Победитель муниципального этапа чемпионата по мини-футболу проекта «Школа Росатома» определится 22 марта. Лучшая команда получит золотой кубок, ценные подарки и отправится защищать честь города на следующем этапе соревнований. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин